В эфире новости на телеканале Катунь24 в студии Егор Матаев. Здравствуйте! В начале выпуска расскажу коротко о главных новостях Алтайского края к этому часу. 25 километров дороги обновляют в Куринском районе. Участок объединяет ряд важных для туристического кластера края населенных пунктов. Подарки мамам новорожденных, сокращение очередей на жилье для многодетных семей и дополнительные места в детских садах. Чего еще удалось достичь за год программы «Десятилетия детства». Оттепель пришла в Барнаул. Актеры школы студии МХАТ показали на сцене музыкальный спектакль по мотивам произведений драматурга Александра Володина. Правительство Алтайского края и Банк ВТБ продолжат сотрудничество в целях дальнейшего социально-экономического развития региона. Это стало известно на рабочей встрече губернатора Виктора Томенко и заместителя президента, председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. На заседании обсудили дальнейшую стратегию сотрудничества и обозначили задачи в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Добавлю по данным на 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса Алтайского края, составил чуть более 16,5 миллиардов рублей. И к другим темам. 25 километров дороги обновляют в Куринском районе. Участок объединяет ряд важных для туристического кластера края населенных пунктов. Как проходят ремонтные работы, расскажет Полина Жданова. Для Алтайского края Куринский район – особая ценность. Как и для туристов, которые интересуются не только природными, но и историческими достопримечательностями. Здесь, в Курье, все крупные культурные и образовательные объекты носят имя Михаила Тимофеевича Калашникова, всемирно известного конструктора стрелкового оружия. Однако посещение исторической родины изобретателя осложняется из-за неровной дороги. Но совсем скоро до мемориального комплекса можно будет добраться по ровному асфальту. Здесь на малой родине Михаила Тимофеевича Калашникова, его имени органично писал здесь здание и школы, которые носят его имя и музея мемориального Михаила Тимофеевича Калашникова и, собственно, храм, где он был крещен. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновляют 25 километров маршрута Поспелиха, Курья, Третьякова, граница с Республикой Казахстан. В работе используется экономичная и качественная технология холодного ресайклинга. Старый асфальт укрепляется портанцементом и перемешивается, и получается основание, укрепленное портанцементом. На него укладывается асфальтобетонная смесь. На сегодняшний день дорожники выровняли 15 километров асфальтового покрытия и уложили 18 километров основы. На трассе постоянно задействовано около 80 человек и 50 единиц техники. Работы по обновлению дорожного покрытия планируют завершить к концу сентября. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. Подарки мамам новорожденных, сокращение очередей на жилье для многодетных семей и дополнительные места в детских садах. Это малая часть того, что входит в государственную программу «Десятилетие детства». Она направлена на поддержку материнства, детства и улучшение демографической ситуации. Наша съемочная группа побывала в гостях у многодетной семьи, которая получила жилье по государственной программе. Ребятишки, тортик у меня сегодня вкусный. Маргарита – мама троих детей. Сразу после рождения второго на материнский капитал приобрела комнату. По вине соседей дом сгорел. В течение года государство выделяло деньги на съем жилплощади. Вскоре по программе переселения из ветхого жилья семья получила однокомнатную квартиру. Позже подошла очередь программы «Молодая семья». Ну, наконец-таки мне позвонили, сказали, что через некоторое время мы можем прийти в администрацию, получить заветный сертификат. Мы пришли, получили заветный сертификат. Тогда у меня уже был третий ребенок. И продали жилье на взлетной, добавили сертификат и получилась у нас вот замечательная квартира. Квартиры многодетным семьям далеко не последнее, что вошло в программу «Десятилетие детства». Теперь семьи, которые стоят в очереди на земельные участки, смогут самостоятельно выбирать и бесплатно приобретать землю, вне зависимости от места постоянного проживания. Это многодетным семьям рассказала на круглом столе ВКЗС заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Ирина Солнцева. Сама семья могут выбрать себе земельный участок вне зависимости от того, где им предоставляет муниципалитет. Конечно, он подает эту заявку в муниципалитет, и муниципалитет уже решает, могут они выдать этот участок или нет. Понятно, что когда предоставляется данный земельный участок, то гражданин снимается с очереди. Более того, в Краевом министерстве образования и науки региона говорят, что сегодня полностью решена проблема нехватки мест в детских садах. Только к концу этого года в Крае откроют 10 дошкольных учреждений для детей от 3 до 7 лет. Увеличится и число ясельных групп. Также в новых районах строят школы. Программа активно работает над переводом общеобразовательных учреждений в односменный режим. Сейчас первую смену работает около 70% школ Края. Это такой огромный пласт поднят на сегодняшний день тех мероприятий, которые необходимо решить, для того, чтобы ребенок, находясь в любом месте, как то, а прежде всего, поскольку мы система образования, в образовательной организации, чувствовал себя комфортно, безопасно, получая необходимые знания в соответствии с современными условиями. Еще одна задача десятилетия детства – расширение детского досуга. Для этого в Крае открываются детско-юношеские центры, экспедиции, слеты и экологические акции. По их количеству и масштабности наш регион находится в тройке лидеров среди детских общественных организаций страны. Направление десятилетия детства – это система дополнительного образования. Одной из главных целей видим экологическое образование, воспитание подрастающего поколения, как говорили раньше. Особое внимание в регионе уделили и летним оздоровительным лагерям. В прошлом году на улучшение условий детского отдыха в Крае выделили 27 миллионов рублей. Государственная программа «Десятилетия детства» только начинает свою работу. Но уже по итогам первого года можно сказать – на Алтае стремятся сделать детство счастливым. Елизавета Конева, Михаил Лифуншан, Антон Червяков. Новости. Крупный пожар произошел ночью в Барнауле. Загорелось деревянное здание по адресу Калинина 5А. Как писали пользователи социальных сетей, пламя и дым было видно со всех концов города. Здание 1935 года постройки. В годы Великой Отечественной войны там размещался госпиталь для раненых на фронтах. Затем в здании работала музыкальная гимназия. Оно было признано объектом культурного наследия регионального значения – постановлением Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 апреля 2001 года. Последние годы постройка не использовалась. В дальнейшем его и вовсе планировалось снести. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в час 28. Пожарным удалось ликвидировать пламя в 3 часа ночи. Общая площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров. На месте работали 30 человек-спасателей и 9 единиц техники. Предварительная причина пожара – поджог. В момент прибытия первых пожароспасательных подразделений открытым огнем горели второй этаж и чердачное помещение. Возникла угроза распространения огня на рядом расположенные здания. Более часа пожарным потребовалось для полной ликвидации возгорания. Около 3 часов огонь был полностью потушен. Сложность тушения возникла из-за быстрого распространения пламени по деревянным конструкциям строения. В результате пожара огнем была уничтожена крыша здания, повреждены стены и перекрытия. Оттепель пришла в Барнаул. Актеры школы-студии МХАТ показали на сцене музыкальный спектакль по текстам драматурга Александра Володина. Подробности у Анастасии Меньшаковой. Подмосковные вечера и нежность Александры Пахмутовой, баллады Высоцкого – это песни, знакомые каждому из нас. Их спели актеры мастерской Виктора Рыжакова при школе-студии МХАТ в музыкальном спектакле «Оттепель». Его посвятили драматургу Александру Володину. Сюжет простой и одновременно сложный – наша жизнь. Артисты попытались воссоздать атмосферу романтики и свободы 60-х годов. Они читали стихи Александра Володина, исполняли песни, которые хоть и написаны в прошлом веке, но актуальны и сегодня. Артисты привезли в Барнаул не только «Оттепель», но и «Чушь». Спектакль по мотивам рассказов Виктора Астафьева показали на сцене Дворца культуры Барнаула 17 июля. Приедет труппа и на шукшинские дни по приглашению губернатора Виктора Томенко. Приезд приурочен к такому большому событию «90 лет» Василия Макаровича Шукшина, потому что это для всей страны очень большой праздник, и для нас, людей, которые занимаются театральным искусством, это большое событие, потому что Василий Макарович был потрясающим артистом, потрясающим режиссером и человеком искусства. И, конечно же, это наше дань уважения, ну и, конечно, дань уважения Алтайскому краю. Этим летом МХАТ уже приезжал в Барнаул, но с другим проектом. В конце июля шесть молодых режиссеров-магистрантов при школе-студии МХАТ и центре имени Мейрхольда под руководством режиссера Виктора Рыжакова поставили эскизы спектаклей вместе с актерами молодежного театра Алтая. Проект назывался «Режиссерская лаборатория в смысле». Они показали свое умение работать вместе в компании, замечательный театр, замечательные артисты молодые в молодежном театре, которые вместе в такой коллаборации собрали какие-то работы. Я надеюсь, что в следующем сезоне выйдут несколько работ с этой лабораторией уже в таком большом формате. 23 июня труппа пройдет по красной ковровой дорожке краевого театра граммы и выступит на открытии Шукшинского фестиваля. Среди них будет наш земляк Михаил Шамков, студент 4-го курса школы-студии МХАТ. Также актеры посетят культовые места, связанные с жизнью и творчеством Василия Макаровича. Это село Сростки, гора Пикет и музей режиссера. Возможно, после этой культурной экспедиции на Алтай при пертуаре школы-студии МХАТ появится новая постановка по мотивам рассказов Шукшина. Анастасия Меншакова, Дмитрий Козерлыга, Новости. Праздник полосатых, посвященный Дню Амурского тигра, пройдет в Барнаульском зоопарке на следующей неделе. В программе конкурсы и викторина, а также мастер-классы. Но главное, у каждого будет возможность посмотреть на недавно родившийся котят. Наш корреспондент Екатерина Варкентин решила не ждать праздника и одной из первой познакомилась с усатыми и полосатыми. Привет, привет! В Барнаульском зоопарке произошло долгожданное событие. Впервые на свет появились дети-любимцев. Многих детей и взрослых – льва Алтая и львицы Аи. Будучи первородящей, она уже знает, как за ними ухаживать, что говорит о том, что инстинкты у животных все же имеются с рождения. Она за ними внимательно смотрит, никого к ним не пускает. Очень редко нам удается ее переместить в другую клетку, чтобы банально убраться и как-то осмотреть маленьких львят. Африканские львята – пятнистые. Такой окрас помогает животным маскироваться в дикой природе. Взрослого льва никогда не обнимешь и даже не подойдешь к клетке. Ну а с маленьким львенком грех не пообниматься. Пожалуй, необычным для этого года является, конечно же, появление вот этих маленьких пятнистых комочков, потому что это львята. И мы долго ждали, когда у льва Алтая и львица Аи появится это замечательное потомство. И вот, наконец-то, все мы этого момента дождались. Ну что, да что такое, да что такое. Что, мой хороший? Ты маленький лев? Ты лев маленький, да? Львята – не единственный новорожденный в Барнаульском зоопарке. В один день с ними здесь появились на свет амурские тигрята. У их мамы, тигрицы Багиры, потомство рождается уже третий год подряд. Поэтому она спокойно подпускает сотрудников зоопарка к своим малышам. Точно знает, вреда ее детям они не причинят. Несмотря на свой юный возраст, эти крохи уже шипят и подают голос, сигнализируя маме об опасности. Но и это еще не все. Полтора месяца назад здесь родились две рыси. Этого события ждали шесть лет. И вплоть до полутора месяцев мама Соня никому не показывала своих детенышей. И сама она из домика тоже не выходила. Сотрудники говорят, корм пропадал исключительно ночью. Питаются львята и тигрята пока только молоком матери. Ну а рысята помимо этого едят еще и мелко нарезанное мясо. Ну а мамам новорожденных котят дают молоко и яйца, чтобы они давали своим детям все самое необходимое. Движение малышей еще неуклюже. Они постоянно хотят быть рядом со своими мамами. Но как настоящие дикие кошки, все они уже умеют шипеть и показывать свой оскал, хотя зубов у них еще нет. А рыси даже могут пускать когти. Когда подрастут, все они отправятся в новые дома. Поэтому скорее приходите в Барнаульский зоопарк, чтобы полюбоваться на этих прекрасных котят. Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко, Новости. На этом у меня все. Эти и другие новости ищите на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. С вами был Егор Матаев. Итоги этого дня подведем в 20.30. Будьте с нами.